Здравствуйте, товарищи! Приближается сорокалетие Победы. При нынешних темпах жизни сорок лет это огромный срок, почти полвека, но мы помним о том времени, оно в нашем сердце и вспоминаем о нем, думая о будущем. Недаром Шекспир сказал, что прошлое это пролог будущего, ну а тот пролог, который написан историей в сороковых годах нынешнего столетия, чрезвычайно важен и для сегодняшнего дня, и для дня завтрашнего. Мы вспоминаем весь комплекс событий, связанных с Победой, международных событий, Ялтинскую конференцию, и Потсдамскую конференцию, и события, которые вплотную последовали за Победой. Конечно, то время в мире толкуют по-разному. В Соединенных Штатах и Англии, например, недавно некоторые государственные деятели заявили вполне официально, что раз в прошлом году отметили уже высадку союзнических войск в Нормандии, то в этом, в общем-то, и в этом году, в общем-то, и отмечать нечего. Но вообще не вспомнить о том времени, не отметить эту дату невозможно, народы не дадут. И тогда находят выход, вспоминают и Ялтинскую конференцию, и Потсдамскую конференцию, да и саму Победу, как некую ошибку досадную, которую надо было бы исправить. И это понятно. Слишком уж возросла тогда роль и авторитет первой в мире социалистической страны, которая сломала хребет гитлеровскому фашизму. Популярны, особенно популярны после того времени стали идеи социализма, которые до сих пор завоевывают умы людей в самых разных концах земного шара. Я уж не говорю о том, что возникла международная система социализма. Все это пугает идеологов капиталистического мира, которые обвиняют. Прежде всего, в этом Рузвельта, который якобы даже предал, чуть ли не предал интересы Соединенных Штатов Америки, или уж во всяком случае подпал под влияние Сталина на Ялтинской конференции. Вот этой теме, всему комплексу событий, связанных с победой Ялтинской конференции и Потсдаму, мы посвящаем нашу сегодняшнюю передачу, хотя прекрасно понимаем, что тема эта необъятна, обширна, и в одной передаче все ее стороны осветить нельзя. Эти кадры мы снимали в Ялте 4 февраля 1985 года, день в день в 40-летнюю годовщину начала Ялтинской конференции глав трех союзнических держав. Которая проходила в Ливадийском дворце. Именно в этот день открылась в музее экспозиция, посвященная знаменательному событию. Сюда на открытие пришло и приехало много народу. И ветераны войны, и туристы, советские и иностранные корреспонденты. Интерес конференции огромен. В передаче нашей примет участие Валентин Михайлович Бережков, известный журналист-международник, который в годы войны был переводчиком на встречах высокого уровня и может рассказать нам о том времени по личным впечатлениям. Вот вы интересовались вопросами зарубежных корреспондентов. Конечно, значительная часть вопроса была связана с тем, что сейчас пишут на Западе о Ялтинской конференции, и с той анти-ялтинской кампанией, которая сейчас поднята. Выдвигаются требования о пересмотре Ялты, о отказе от наследия Ялты, о том, что якобы решения, принятые в Ялте, привели к расколу Европы, что этот раскол надо ликвидировать и так далее. Вот действительно, о чем идет речь. Они так и спрашивают, о чем идет речь, как вы это объясните. Потому что действительно, в Ялте никакой даже речи о расколе Европы ничего не было. В Ялте решались известные вопросы, которые достаточно хорошо сейчас освещены в опубликованных документах. Но и речь идет, конечно, не о том, что сейчас в Европе есть две военно-политические группировки, НАТО и Варшавский договор, потому что НАТО возникло в результате политики западных держав, политики направлены против Советского Союза, собственно, прямо рассчитаны на раскол Европы. И тогда это дело не в Ялте, это дело в политике западных держав послевоенной. Значит, речь идет о чем-то другом. И вот сейчас как раз последняя статья Бжезинского, это бывшего помощника президента Картера по национальной безопасности, опубликованная в журнале Foreign Affairs в последнем номере, она приоткрывает, так сказать, завесу над тем, что же действительно, о чем идет речь. И речь идет, собственно, о том, что на Западе сейчас некоторые политики, некоторые круги не хотят примириться с тем, что восточноевропейские страны пошли по социалистическому пути, что они избрали социалистический путь. И что речь идет о, по сути дела, о попытке, о требовании подорвать социализм социалистических стран, по возможности даже ликвидировать его. И вот тогда-то, якобы, и будет преодолен раскол Европы. Но это совершенно фантастические идеи, потому что, конечно, уже даже и война показала, что социализм, так сказать, знает, как постоять за себя, что страны социалистические за эти годы добились больших успехов, они социализм укрепился в этих странах, они объединены с Советским Союзом. И, конечно, никакой речи не может быть о том, чтобы, так сказать, ликвидировать социализм. Это уже историческое явление, это историческое развитие. Но попытки такие и требования эти, они показывают, опять же, тоже, что эти люди не хотят делать выводов из урока в истории, что они снова и опять хотят предпринять попытку ликвидации социализма. И, конечно, такая линия ведет прямо к дальнейшей конфронтации и, в конечном счете, может даже привести к ядерной войне в Европе. Поэтому дело не в том, чтобы отказываться от наследия Ялты, а в том, чтобы, наоборот, использовать и развить наследие Ялты, которое и заключается в том, что была продемонстрирована возможность договоренности между социалистическим Советским Союзом и капиталистическими странами. Ялта, февраля 1945 года. Конечно, и прибытие делегации на конференцию, и сама она держались тогда в строжайшей тайне, пока не были опубликованы ее исторические документы. Сейчас эти кадры, которые вы видите, известны всем, но в то время для всего мира увидеть их было великим праздником и надеждой. Они были символом грядущей близкой победы над Гитлером и единства союзников в послевоенном устройстве мира. Я работала в тот период с секретарем комсомольской организации. Это был наш участок, набережная. Вспоминает жительница Ялты Надежда Владимировна Литвиненко. Здесь в 1944 году, вот на этом месте, находилась фашистская виселица. Когда мы вернулись в Ялту, еще в тот период мы увидели следы ее. И как говорит народная мудрость, что дерево умирает вместе с людьми, это дерево с годами чахло, высохло все, и его вынуждены были спилить. Это был прекрасный, красивый очень платан. Были разрушены все фашистами здания. Город наш курортный, в основном санатории, поликлиники. И не было необходимости, по-видимому, вот так варварски относиться к зданиям этим. В первых числах февраля к причалу порта подошел военный корабль, большой, мачтовый, типа яхты. Там пристал этот корабль, пришвартовался корабль. Американский корабль. Подошли два моряка, сняли кресло с мужчиной. Потом мы узнали, естественно, мы по фотографиям, газетам видели Рузвельта. Сняли кресло, поставили здесь его. Рядом с креслом стояла молодая интересная женщина. А потом сказали нам, что это была дочь Рузвельта. Президент брал печенье, хлеб и кормил чай, бросал чайком. Он увидел эти все разрушения, потому что он уже в одной из бесед со Сталином говорил, что вот увидев эти разрушения, он стал гораздо более кровожадным по отношению к гитлеровцам. На это Сталин сказал, что вы не видели еще того, что делалось на Украине, Белоруссии, где еще более страшные разрушения. Так что это на него, видимо, вот эта поездка по Ялте на него произвела впечатление. Увидел он, что означает война, как это, сколько наши люди страдали, перенесли. 14 февраля 1945 года, улетая из Крыма, Черчилль сказал. С тех пор, как 12 дней тому назад мы приземлились на этом аэродроме в разоренном войной Крыму, в мире произошли большие события. Постоянная дружба и сотрудничество трех великих держав были провозглашены более точно и более авторитетно, чем когда-либо раньше. Это семена урожая, которые в будущем соберут другие поколения. Мы молимся, чтобы русский народ никогда больше не подвергался тяжелым испытаниям, из которых он вышел с такой славой. Хорошие слова. И кто мог думать, что именно в это время англичане и американцы втайне от нас ввели сепаратные переговоры с нацистской Германией? Да, это уже было, это было уже по, собственно, и до Ялты, и после Ялты. Да, 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 и в январе началось еще. Да, это шло еще. И, собственно, почти до самой смерти Рузвельта была переписка по этому поводу. Здесь, конечно, также была попытка отстранить Советский Союз от решения проблемы. И, конечно, тот факт, что они нас отстраняли, говорил о том, что там идет серьезный разговор, собственно, направленный на то, чтобы немцы открыли фронт на Западе, и чтобы западные армии продвинулись как можно дальше на Восток, с тем, чтобы не дать Советскому Союзу... В общем, вы знаете, что, Валерий Александрович, хотя не было такого, как нам известно, не было заключено такого соглашения, но фактически все-таки фронт на Западе где-то уже в марте-апреле 45-го года был открыт. Мы были счастливы встретить наших союзников на территории поверженного врага. Мы не злопамятны. И в наших приветственных словах не было упреков по поводу бесконечных оттяжек со вторым фронтом. Я очень рад встрече с вами. Просто очень рад. Благодарим вас за помощь, которую оказали вы нам в войне против гитлеровской Германии. Спасибо большое. Мы не понимаем языка, но имеем в виду одно и то же. Они действительно имели в виду одно. Им хотелось верить, что окончательно рассеялись грозовые тучи, и что друзья по войне останутся ими в дни мира, завоеванного столь дорогой ценой. Цена, заплаченная за него, конечно, была очень разной. Мы знали, что у союзников бывали и трудные бои, порой жестокие. Но все же это была очень разная война. Посмотрите, как сдавались немецкие войска нашим западным союзникам в ее последние недели. Без боя, как на смотру. Гитлеровцы под командованием этих военачальников Еще в апреле мыкались по западному фронту в поисках, перед кем бы сложить оружие. Никто не хотел возиться с ним. Много хлопот. Случайно столкнулись с нашими войсками. Сдаться отказались. Дали бой. Бежали. И вот, наконец, начистив сапоги и мундиры, с облегчением сдаются генералу Монтгомери. Военные действия на западном фронте были практически прекращены в конце апреля. Гитлеровское командование выпустило воззвание. Борьба на западе утратила смысл. На востоке она продолжается. Вспомните, как сдавались гитлеровцы в Берлине. Как нам пришлось громить фашистов в Праге уже после окончательной капитуляции Германии. А здесь, кажется, единственный признак, по которому можно судить, что перед нами все-таки противники, отказ пожать руку фашисту. Но более высокому гитлеровскому чину руку пожмут с почтением и заботливо укроют ноги пледом. И будут фотографироваться рядом с убийцей, как старые друзья, на память. Мы поражались, слыша об этом. Только позже мы узнаем, что тогда уже действовал чудовищный приказ Черчилля не распускать взятые в плен гитлеровские части, сохранять их на случай войны против СССР. Еще позже станет известно, что Черчилль забрасывал Рузвельта, а потом Трумэна депешами, требуя изгнания советских армий из Европы. И встретил понимание нового президента США. Об этом мог только мечтать Гитлер. И, возможно, знал Геринг. Не потому ли он столь спокойно сдался в плен? А через несколько часов, отвечая в удобном кресле на вопросы западных журналистов, сказал, что враг у них общий, и что английское командование, видимо, это понимает. Мне приходилось много раз быть в Западной Германии и говорить с разными людьми, людьми, которые служили тогда в Вермахте и сдались англичанам и американцам. И вот они все свидетельствуют о том, что во время допроса среди других, ну, опрашивали военнопленных и все, но среди них был вопрос, готовы ли они воевать против Советского Союза вместе с американцами и англичанами. То есть прямо задавался... Ну, некоторые говорили, что они сыты по горло войной, что больше им ничего не надо, а другие вообще, варя, говорили, что они готовы воевать, понимаете. Так что это помимо вот сохранения этих соединений, помимо того, что они содержали на складах в исправном состоянии германское оружие, вот такого рода опросы, знаете, показывают, что они хотели иметь убежденных, так сказать, борцов против Советского Союза. Валентин Михайлович, вам много приходится здесь, в Ялте, давать интервью иностранным корреспондентам. Какие вопросы чаще всего задают вам? Что больше всего их интересует? Американцы много спрашивают о характере отношений между Сталином и Рузвельтом. Тем более, что там много есть всяких домыслов и дезинформации о том, что якобы Сталин попал под... То есть Рузвельт попал под влияние Сталина и что он якобы, так сказать, там капитулировал и так далее. Это, конечно, совершенно неверно. Конечно, Рузвельт был очень опытный политический деятель, очень хороший полемист. Он, конечно, защищал свои интересы, интересы капиталистической Америки, как он ее понимал. Но вместе с тем, это, мне кажется, был человек, который более реалистичный, чем другие, подходил к сложившейся ситуации. Все-таки он увидел, что даже такая гигантская военная машина, как гитлеровская, оказалась не в состоянии уничтожить социализм, уничтожить Советский Союз. Наоборот, дело шло к тому, что Советский Союз победит в этой войне. Даже, скажем, в Тагеране еще второго фронта не было, уже было ясно. И поэтому мне казалось, что он серьезно задумывался над тем, как сложатся отношения после войны. Должна ли после войны снова капиталистическим миром быть предпринята попытка, еще одна попытка уничтожить социализм, или уже надо примириться, что социализм — это, так сказать, новая формация, которая будет развиваться на нашей планете, и с которой надо найти пути для переговоров. Здесь тоже нельзя рисовать Рузвельта как такого добренького, знаете, человека, который готов был, так сказать, с нами просто действительно искренне вести дружбу, потому что при Рузвельте решался вопрос о том, поделиться ли с нами секреты атомной бомбы, как использовать это оружие, когда оно будет готово. И в результате переговора, который вел Рузвельт с Черчиллем, они приняли решение, что надо сохранять эту работу в секрете. Но мне кажется, что у Рузвельта уже не было идеи, что надо ликвидировать социализм. Надо социализмом научиться жить вместе. В этом смысле, конечно, нынешняя ситуация, когда как раз сейчас нынешние обитатели Белого дома хотят нам навязать свои решения, хотят нас поставить в невыгодное положение, не хотят с нами считаться как с равными, это, конечно, отход от тех принципов, которые были выработаны в том числе и здесь, в Ялте. Вы знаете, вот тут по документам, которые я читал, главная забота была о послевоенном мире, о том, как сложится этот мир. Вот Сталин, например, говорил, что вот мы сейчас наладили отношения, мы добились какой-то степени доверия друг к другу, мы не допустим, чтобы, или не должны допустить, чтобы наши страны разошлись, и чтобы была конфронтация. Но мы через какое-то время исчезли, нас не будет, придут новые люди. Сумеют ли они сохранить это единство, которое мы достигли? И что мы должны выработать такой механизм, такую систему, которая обеспечила бы для новых поколений руководителей вот возможность и даже, в общем, так сказать, необходимость даже сохранения сотрудничества между нами. В этом же духе и Рузвельт говорил, и Черчилль говорил, хотя Черчилль не очень, так сказать, не очень тут был искренен, но мне кажется, что Рузвельта действительно заботила, как сложатся отношения наши после войны. Вернувшись из Ялты, Рузвельт выступал в Конгрессе. Эти кадры – последняя прижизненная съемка его. Я уверен, что Конгресс и американский народ одобрят результаты конференции как начало постоянного мирного строительства. На его основе мы сможем с Божьей помощью начать созидание того лучшего мира, в котором должны будут жить наши дети и внуки. Ваши и мои, дети и внуки всего мира. Но Рузвельт не смог встретить победу над гитлеризмом со своими детьми и внуками. Он не дожил до нее нескольких недель. Люди искренне горевали о его кончине. Ко дню победы Соединенные Штаты Америки пришли с новым президентом Гарри Трумэном. Он не был сторонником политики Рузвельта. Европа встречала первые дни мира. Встречала живых, оплакивала мертвых. И хотела одного. Мира навсегда. Слишком жестокий урок получила человечество. 50 миллионов жизней. Теперь воинам конец. Требовало сердце. Подсказывал здравый смысл. В июне 45-го года была создана Организация Объединенных Наций. Ее устав подписали представители всех великих держав. О справедливости и мире держал тогда речь новый президент США Трумэн. О мире долгом и прочном. Мире на разумных началах. С Божьей помощью. Но именно в тот день ему сообщили, что американские ученые заканчивают работу над оружием, ужасней которого не знало человечество. Трумэн сказал радостно. Теперь у меня будет дубина для этих парней. То есть для нас с вами. Для советских людей. В середине июля 45-го года руководители трех великих держав отправились в Берлин на конференцию по вопросу о послевоенном устройстве мира. А за сутки до ее начала в Америке было произведено испытание атомной бомбы. Трумэн спешил взорвать ее именно накануне конференции. Хотя в то время не было никаких гарантий, что взрыв не вызовет цепной реакции, не погубит все человечество. Трумэн торжествовал и выбирал момент, чтобы поэффектнее сообщить о новом оружии Сталину. Но насладиться желанным впечатлением не смог. Глава советской делегации воспринял новость спокойно. Попытка запугать Советский Союз, продиктовать чему угодно и Вашингтону условий послевоенного урегулирования не удалось. СССР настоял на принятии решений, которые отвечали чаянием народов мира. Люди надеялись, что это рукопожатие искреннее. О том, как выполнялись решения под Сдама, вспоминает наш посол в Соединенных Штатах Америки в то время, Андрей Андреевич Громыко. При державу взяли определенные, четкие обязательства. и в отношении Германии, бывшего агрессора, и в отношении шагов, направленных на строительство мира. Как поступил Советский Союз в связи с этими решениями? Он точно и последовательно выполнял эти решения. Наша партия, наш народ с самого начала были полны решимости неуклонно их выполнять. Как поступили другие участники антигитровской коалиции? Сейчас это хорошо известно. Что другие участники они отступили от принятых решений и линия политики их представляло собой грубое отклонение от взятых именно себя по этим решениям обязательств. Это касается и Германии и Европы в целом. Это касается и политики их держал в мировых делах. А в это время на секретном заводе в штате Теннесси продолжалось изготовление атомных бомб. Президенту нужно было доказать русским, что он не только обладает атомным оружием, но не остановится и перед его применением. Так позже писали американские историки. 6 августа 1945 года на четвертый день после окончания Поздамской конференции с американской базы на Тихом океане поднялся самолет Б-29 и взял курс на Хиросиму. президент Трумэн получил в руки чудовищное оружие и с легкостью начал свою игру. Так начался атомный век и годы атомной дипломатии предвестницы холодной войны. Таким он был для нас этот первый день мира. В общем если называть вещи своими именами то практически нам объявляли новую войну холодную. Пытались навязать нам новое 22 июня только иным способом. Вы ведь 22 июня 1941 года встретили в Германии. Для меня началась война в Берлине. Я был тогда первым секретарем нашего посольства и она началась не только для меня в Берлине потому что это была так сказать столица рейха и так далее но по сути дела мне пришлось присутствовать при объявлении войны собственно уже через несколько часов после того как германские войска вторглись на нашу территорию это обычная манера гитлеровцев которые сначала нападали а потом через некоторое время объявляли о том что они начинают войну в данном случае это было ночью уже на рассвете собственно уже светало когда наш посол был приглашен на Вильгернстрассе в министерство иностранных дел к министру гитлеровскому Риббентропу и я его сопровождал и переводил эту последнюю беседу которая происходила вот что интересно тоже перекликается с нынешним понимаете ведь они как это сделали они объявили вот был меморандум Гитлера так называемый который собственно Риббентроп нам зачитал или изложил и там говорилось что посоку Советский Союз угрожает Германию угрожает европейской цивилизации это угрозы и так далее Гитлер решил принять меры защиты германского народа и приказал войскам перейти границу и так далее вот так что видите они даже не говорили что это война что якобы это было защитное мероприятие вот сейчас знаете когда вот слушаешь вот сейчас в эти дни некоторые высказывания из-за океана знаете из Вашингтона когда там заявляют что Советский Союз представляет себе угрозу свободному миру и что поэтому надо вооружаться и надо утвердить эти гигантские расходы для Америки вот для меня как-то знаете сейчас вот читаю это и слушаю эти заявления опять же идет перекличка с тем что было тогда вот видите как люди не делают выводов из истории действительно история в этом смысле очень поучительна вот опять возвращаясь к этой ночи на 22 июня 41 года в Берлине после того как Риббентроп уже зачитал вот этот меморандум ну он значит закончил его наш посол естественно заявил что они совершают преступления что это неспровоцированная агрессия что они еще будут за это наказаны что они еще дорого поплатят за это и вышел из кабинета стал выходить из кабинета я пошел за ним следом и тут Риббентроп побежал за мной и стал говорить что я вас прошу передать Москву что я считаю это катастрофой для Германии что Германия погибнет что я пытался отговорить фюрера от этого решения он не хотел слушать но я вас прошу передать Москву что я считаю это ужасным решением фатальным решением для нашей и так далее и так далее ну посол уже спускался вниз по лестнице я шел след за ним мы сели в машину и я говорю ему что вот видите странный Риббентроп только что объявил войну и вот такие вещи говорит и вот смотрите вот действительно привело это к тому что гитлеровская Германия потерпела катастрофу как будто бы тоже был урок что нельзя решать сейчас мировые проблемы войной или силой и конечно вот сейчас когда смотрят что делается сейчас на западе особенно в Соединенных Штатах как раскручивается эта антисоветская истерия то поражается действительно как вот политические деятели некоторые капиталистические деятели политические не делают уроков из истории и Ялта здесь конечно это напоминает в солдатскую дружбу хотели верить люди хотели видеть друзей по войне друзьями и по миру радовались что солдаты заседают в контрольном совете в Германии выполняя решения руководителей великих держав на совещании в Белом доме Трумэн принял новую доктрину своей политики антикоммунизм и руководство миром но совещание было секретным люди люди в мире знали лишь о словах которые произносились публично а публично Америка клялась верности Поздамским соглашением сотрудничество мир демократизация и демилитаризация Германии наказание военных преступников и нацистов одинаковое обращение с немецким населением на всей территории страны десяток супернегодяев повесят в Нюрнберге явного изувера уведут мелкого предателя или тюремчика расстреляют но десятки тысяч военных преступников станут исправно служить новым хозяевам Вернер фон Браун его фау-2 бомбили Лондон но его повезут в штаты работать над американским ракетным оружием положат большие деньги и не обеспокоить напоминанием как в конце войны он приказал затопить подземные заводы с тысячами военнопленных Вернер фон Браун создаст в Америке несколько поколений смертоносного оружия его нацелят против нас не сразу все это станет известно а многое сохраняют в тайне и сейчас когда мы работали над этой передачей известный западно-германский режиссер Карл Валах прислал нам свой кинофильм о преемнике Гитлера адмирале Дёница и его отношения с нашими союзниками Валах сказал нам что в западной Германии его картину не показывают во фрагментах которые вы увидите о том времени вспоминают бывшие офицеры Дёница после смерти Гитлера Дёниц взял управление рейхом в свои руки я тоже подключился к его свете и на следующий день мы переехали в город Фленцбург и разместились в казармах Мюрвик 30 апреля жалкий конец Адольфа Гитлера пропаганда пытается представить как героическую смерть преемник Гитлера Карл Дёниц глава правительства согласно завещанию выступает по радиосречью которую заканчивает словами Фюрер назначил меня своим преемником 3 мая Дёниц предлагает главнокомандующим английскими вооруженными силами Монтгомери частичную капитуляцию последний авиационный налет на город Киль был совершен ночью со 2 на 3 мая и насколько я помню 3 мая Дёниц сообщил Монтгомери то есть британским войскам что Киль защищаться не будет таким образом Киль был объявлен открытым городом с полного согласия англичан Дёниц управляет из Фленцбурга остатками своего рейха до 23 мая его так называемый кабинет состоит из тех же специалистов которые верой и правдой служили Гитлеру а бригадный генерал Отто Оллендорф осуществляет связь между Дёницем и Генрихом Гиммлером 23 мая 1945 года арест правительства Дёниц эта английская хроника подтверждает что между англичанами и Дёниц действительно велись переговоры при этом речь шла не только о спасении восточных беженцев Дёниц сам указывает на телеграмму которую 12 мая 1945 года Черчилль послал американскому президенту Трумэну в ней говорилось что при отходе американцев из Германии русские смогут без труда выйти к Северному морю и Атлантическому океану расчёт адмирала на совместные военные выступления против Советского Союза вполне обоснован ведь вплоть до конца войны англичане сохранили немецкие морские подразделения в рамках прежней структуры осенью 1946 года в них числилось 27 тысяч человек и 840 судов несколько позднее на этой основе возник морской флот ФРГ лишь после протеста Советского Союза представленного 17 мая 1945 года контрольной комиссии союзника в Баффленсбурге прекращается сотрудничество с правительством Дёниц Дёниц получает 10 лет тюремного заключения на Нюрнбергском процессе если бы суд принял во внимание требования советского обвинения Руденко Дёниц наверняка получил бы смертный приговор однако с Нюрнбергом не закончилась карьера многих морских офицеров часть наших офицеров группы 12 дробь 42 не бездействовали и как пример я могу назвать здесь шефа флотилии вице-адмирала Фрома с 1949 года адмирала штаба Дёница сотрудничают в качестве консультантов по созданию новых военно-морских сил вице-адмирал в отставке Руга комментирует это так история учит нас что в период политического напряжения военный вакуум не может оставаться надолго только вакуум и как пример тому уже в 1945 году были установлены первые контакты с офицерами американских военно-морских сил таким образом вновь появились группы бывших морских офицеров которые занимались вопросами политических и духовных основ возрождающего с военного флота на похоронах Дёница в 1981 году контр-адмирал в отставке Веганер сказал мы благодарны ему за спокойствие духа с которым он прекратил войну однако войну прекратил не он а те кто вынудил Карла Дёница в 1945 году капитулировать Совсем недавно как вы знаете после того как уже в общем тайное стало явным потребовали изгнания нацистов из Соединенных Штатов и как вы знаете двух трех несколько человек нацистов были в общем депортированы из Соединенных Штатов и мне кажется что даже вот в этом в общем казалось бы ну справедливом акте есть внутренняя оценка нравственности и ЦРУ и других спецслужб да и вообще всей государственной машины которая использовала нацистов затем значит выжила их как лимон получила от них все возможное и уже к старости так сказать выбросила это от противного конечно доказательства но тем не менее и когда это становится уже предметом гласности ну конечно американская пресса мировая пресса тут уж конечно как им не хочется их оградить приходят а сохраняют они в общем только тех кого боятся если так сказать при судебном разоблачении барбье наверное начальник разведслужбы Леонского гестапо обвинявшийся в убийстве пытках и арестах нескольких тысяч французских граждан к концу войны бежал в Германию его следы затерялись в американской оккупационной зоне здесь в нарушении международных соглашений американские власти предоставляли убежище людям с преступным прошлом Джон Маклой американский верховный комиссар по делам Германии нес прямую ответственность за укрывательство военных преступников в ноябре в ноябре 49-го года Маклой сообщил государственному департаменту что его ведомство не получало от Франции никаких требований о выдаче барбье мы знаем для чего понадобилось Маклой эта ложь к тому времени здесь в Германии барбье как подтвердит американский агент Браунинг уже вовсю работал на американскую армейскую контрразведку CIC барбье числился в нашем списке он должен был выполнять роль информатора его предполагалось использовать нелегально карьеру американского агента барбье начал во Франкфурте на Майне его видели также в штаб-квартирах американской контрразведки в городах Кэмптоне и Аугсбурге информацию о методах борьбы с коммунистами интересовавшего американцев палач Леона передавал Кольбу который в конце сороковых годов был шефом контрразведки в Аугсбурге единственное что мы знали о прошлом барбье и что нас весьма смущало это то что он бывший офицер гестапо этот момент смущал нас довольно сильно во-первых гестаповец во-вторых мы шли на прямое нарушение приказа об автоматическом аресте лиц этой категории этот приказ все еще действовал мы обязаны были интернировать барбье как же вы смогли обойти этот приказ вы имеете ввиду мою совесть да дело в том что выигрывали мы больше чем и теряли этот человек по имени Джордж Негой бывший разведчик а ныне хозяин кафетерия что находится в здании ЦРУ в Вирджинии именно он тайно вывез барбье из Европы мне сказали что он немец и спросили сможете ли вы вывезти его я сказал это не проблема я с удовольствием сделаю это я не задавал лишних вопросов зная что акция одобрена центральным руководством и командованием центра действовавшего в Германии мы ему подготовили нужный документ в комиссии мы называли его мистер Хикс вы знаете что мне приходилось в Испании слышать что например Скорцени вполне возможно умер гитлеровский диверсант который после войны в общем выполнял роль и консультанта и торговца оружием переправлял оружие фрговское оружие латиноамериканским диктатурам конечно по указанию центрального разведывательного управления даже давал консультации израильским командос потом американский командос в Вьетнаме и кроме того он изображал из себя так сказать вот неподкупного единственного неподкупного непродавшегося так сказать нациста который остался собаке которая верна Гитлеру и лежит так сказать на его могиле у вас не была беседа у меня была беседа телефонная так он погиб умер в 76 по-моему если сейчас не ошибаюсь или 75 году и мне в Испании приходило где он жил мне приходилось слышать что возможно что его смерть настала не без участия заинтересованных так сказать организаций потому что он к старости уже стал болтлив говорил слишком много он мне например рассказал в общем открыл что он был в услужении ЦРУ уже в конце войны и не только мне одному испанскому журналисту об этом рассказал по Парижу спокойно гуляет Тотто Скорцени гитлеровский диверсант и разведчик работающий ныне на ЦРУ а французская газета Фигаро печатает его мемуары но полицейские бьют не фашиста а тех кто против него против войны против господства Америки убеждают в кровь убеждают И как решающий аргумент всегда выплывала она ее величество бомба 3, 2, 1 огонь Волна воды поднятая взрывом высотой в одну милю высота самого атомного гриба 2 мили рекламные выкрики адресовались прежде всего нам и странам народной демократии Угроза войны росла вместе с этими грибами Люди по сути они не рассчитывали что Советский Союз создаст так быстро атомное оружие Все их прогнозы и ученых и военных сводились к тому что Советскому Союзу понадобится от 10 до 20 лет Да, до 20 лет Поэтому и вопрос стоял так что где-то в этом промежутке они попытаются так сказать сделать еще одну попытку так сказать попытаются разделаться Советским Союзом социалистическим строем Советским Союзом Но как к тому моменту когда они наконец уже действительно накал этот развернули когда уже развернулась холодная война когда уже действительно они уже может быть и могли бы пойти на такую авантюру уже мы имели бомбу это конечно сразу вынуждено трезвило их и вынуждено было им думать о том что надо что-то еще надо значит иметь больше бомб надо иметь больше средств доставки и вот это так развивалось и мы сейчас вот эту очень важную мысль вы высказали страх-то был перед идеями социализма прежде всего потому что в общем к концу войны Советский Союз вышел с таким колоссальным авторитетом перед всем миром все-таки социалистическая держава все понимали что она выставила практически в одиночку враждебную политику бывшему союзнику надо было объяснить миру эту задачу взял на себя Черчилль до 46-го года американский городок Фултон был известен лишь самым большим в штате Миссури сумасшедшим домом с 46-го он стал знаменит речью Черчилля от которой ведут отсчет годам холодной войны это была чудовищная речь и прозвучала она почти в полной темноте перегорели пробки как видно не выдержав напряжение момента миру угрожает советский союз и международный коммунизм уверял Черчилль им может противостоять лишь американо-английская империя ей надлежит править миром в грядущие столетия таких слов давно ждал Трумэн для оправдания своей идеи мирового господства необходимо было начать антисоветскую кампанию прежде всего еще из-за того чтобы обратить нас так сказать во врага изобразить сделать образ врага образ врага безликого врага врага который не считается с правами человека вы же знаете вы тоже были много в Соединенных Штатах долго сейчас иногда даже бывает как где-нибудь в каком-нибудь глубинке подъезжаешь тебе заправляет заправщик бензин видит по твоей карточке что ты советский там дипломат скажем или советский журналист и он сразу иногда спрашивает почему вы хотите нас уничтожить то есть им внушили что мы представляем для них угрозу но ведь это же то же самое вы смотрите ведь когда Риббентроп вручал нам вот этот самый пресловутый меморандум Гитлера он ни разу не сказал что он объявляет нам войну он сказал что Гитлер принимает меры для того чтобы предотвратить советскую угрозу и оградить германский народ от советского и теперь мы слышим без конца опять столько лет прошло и мы опять слышим эту же самую аргументацию мне хочется сказать по этому поводу несколько слов сходство между пропагандистскими приемами гитлеровского фашизма и пропагандистскими приемами милитаризма военно-промышленного комплекса скажем американского сегодняшнего удивительны можно привести хотя бы несколько примеров Гитлер говорил о том что на долю Германии выпала святая миссия остановить коммунизм то же самое говорили в Соединенных Штатах когда начинали войну против Вьетнама то же самое говорят в Соединенных Штатах когда ведут антикоммунистическую и антисоветскую пропаганду когда Гитлер собирался оккупировать Чехословакию он говорил о том что эта страна является военной угрозой для Европы и в частности для Германии ну а разве не то же самое говорят в Соединенных Штатах сейчас готовя интервенцию против Никарагуа Гитлер добавлял к этому о том что Германия обязана заботиться о жизни судецких немцев находившихся в Чехословакии и то же самое в Соединенных Штатах говорили когда оккупировали Гренаду объясняя ее необходимостью защиты жизни американских студентов которые находились в это время в Гренаде в Гитлеровском Германии говорили о необходимости расширения жизненного пространства в Соединенных Штатах говорят о сфере национальных интересов и сферу эту расширяют все более и более по земному шару когда гитлеровские солдаты пересекли границу Советского Союза вторшись на нашу территорию на их поясных пряжках было написано Гот Мит Унц с нами Бог ну а чем это отличается от объявленных крестовых походов против коммунизма против Советского Союза я далек от того чтобы называть любую крупную страну современного капиталистического мира страной фашистской и далек от того чтобы называть фашистами ее лидеров но использование фашистского опыта в данном случае пропагандистского налицо и стоит задуматься об этом сходстве очень серьезно задуматься боевая тревога получено сообщение о внезапном нападении русских русские идут русские начали третью мировую войну на подобных мифах о советской угрозе специализируется американское телевидение угрозе Субтитры сделал DimaTorzok В начале нашей передачи мы говорили о том, что победа 40 лет тому назад над гитлеровским фашизмом стала прологом мира в течение 40 лет в Европе. Мы говорили о том, что этот пролог некоторые люди толкуют по-другому, иначе. Для некоторых победа Ялтинская конференция и Потсдамская конференция, да и Хельсинки 1975 года. Это ошибка, которую надо было бы исправить, взять за нее реванш. Когда мы произносим слово реванш, реваншизм, мы обычно относим его к Европе, имеем в виду попытки переделать Европу. Хотя мне кажется, что сегодня реванш надо толковать значительно шире. Когда агенты Центрального разведывательного управления убили Альенде и устроили фашистский переворот в Чили, это была попытка взять реваншую историю. Для этого же пытаются восстановить фашистскую диктатуру в Никарагуа. Для этого пытаются банды, вооружаемые и обученные Центральным разведывательным управлением, управлением, засылаемые в Афганистан, задушить афганскую революцию. Для этого же была захвачена Гренада. Попытка вооружить, милитаризовать космос, это тоже попытка взять реванш за то, что не удалось сделать с атомной бомбой, превратить ее в инструмент диктата воли Вашингтона всему остальному миру. Хотят взять реваншу победы, реваншу национально-освободительных движений, реванш у освободившихся колоний, реванш у идей социализма, и, наконец, взять реванш у Октябрьской революции. В жизни нашей ежедневной мы не всегда даже вольны выбирать собеседников, хотя этот вопрос, так сказать, решается легко. Но никому не дано в мире выбирать современников. Гитлер пытался избавиться от неугодных современников, от неугодных носителей неугодных идей при помощи войны и потерпел поражение. Нельзя решать сегодня проблему выбора современников при помощи нейтронной бомбы. Это доказал опыт победы над гитлеровским фашизмом. И для большинства людей победа над гитлеровским фашизмом, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, это символ возможности существования и сотрудничества государств с различной социально-экономической системой. Именно так смотрим на тот пролог мы и все честные люди Земли. И всякая попытка взять реванш за это может стать эпилогом человеческой цивилизации. Думаю, что народы мира не допустят этого. Мир, в котором мы живем, сложен, смешон, иногда страшен, но он и прекрасен. И стоит драться за него для того, чтобы спасти мир, наше будущее, наше прошлое и наших детей. Спасти само время. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ